Девушки отдыхают 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 У-у-у! Привет! Привет! Так, я вас всех обнимаю! Как мы рады тебя видеть вообще! Мы рады! Надо будет обниматься с удовольствием. Выглядишь роскошно. Спасибо большое. Если бы не эта прическа, ты была бы на первом месте. СМЕХ Валь, понятно, что мы были уже знакомы, а ты вообще веришь, что мы импровизируем? Да, думаю, да. Ма хорошая. Ой, Валь, ну, спасибо. У нас в гостях была Валя. СМЕХ Она верила. Но сегодня ты сможешь еще раз в этом убедиться или уже наверняка понять, потому что нам для импровизации нужны темы, персонажи, помощь в каких-то играх. Все это будешь делать ты. Шоу будет ровно таким, каким ты его захочешь видеть. Сегодня будет не шоу, а карнавал. Хорошо. А-а-а! Ага! Но если маленькая ответственность, ничего не бывает просто так, искусство несет последствия. Если в конце карнавал окажется неудачным, виновата ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Если ты готова, мы можем начинать. Ты готова? АПЛОДИСМЕНТЫ Готова? Готова? АПЛОДИСМЕНТЫ Дочь, ты идешь на дискотеку! Первый раз! СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для того, чтобы передача была полноценно твоей, тебе нужно придумать фирменный жест, как у всех ведущих классных. Так, фирменный жест. Давайте фирменное слово тогда. Давай. И жест добавим тоже. Дай-ка движет. ЛЕЦ ГОУ! Вот так. И три, четыре. ЛЕЦ ГОУ! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валь, что нового расскажи? Что нового? Да вот к вам пришла. Отлично. Что еще делаешь? Ой, я скоро буду в сериале снимать. Вау! Что за сериал? СМЕХ Это супер, Валь! Да. Никакой зависти! Каждый гость, который к нам приходит, говорит, что он где-то снимается в кино, в сериале. Не важно, кто он. Световик. Я, представляете, снимаюсь в кино. Меня позвали в сериал. И актер сидит. СМЕХ Кстати, да. Ну, я действительно хочу сниматься в кино, и я себя позиционирую как актер. Но есть и одно новое у меня изречение. Все получится, стоит только расхотеть. Да, я думаю, в этом есть доля правды. Ищем. СМЕХ Так, а что за сериал, Валь, расскажи. СМЕХ А пока нельзя говорить. Да что такое, ну ничего. Можно, я наверняка туда кастинг проходил. СМЕХ Ну, хотя бы, ну, на какой-то канал. Мистический. На платформу. На платформу классный, очень интересный сериал. Юморной. Юморной и немного-немного драмы. Юморной сериал. Ждем. Да. А чего этого теплые, когда вы tart into your date? Это получается драмеди. Ждем наде. РАДОХым沒錯. АПЛОДИСМЕНТЫ Но самое главное, тут есть начало новости, а концовочка заклеена. Мы попробуем угадать, чем заканчивается эта новость про тебя. Это все новости, связанные с тобой. Так начать сначала начать. Let's go! Итак... Ну давай, Валь, первая новость. Сегодня у нас на повестке дня Валя Карнавал в коротком топе показала... Валя Карнавал... Я бы посмотрел на эту новость. Валя Карнавал показала, где находится Липецк. СМЕХ Когда вела прогноз погоды, да? Я визуализирую картинку, я не понимаю, при чем здесь короткий топ. Что там можно показать? Блин, а может, это что-то типа вечериночное? Она же Карнавал. Типа Валя Карнавал в коротком топе показала бегемота. СМЕХ Но они играли в крокодила. Они играли в крокодила, и она показала бегемоту. Валя Карнавал в коротком топе показала, что не везет с собой ничего запрещенного. СМЕХ СМЕХ Ну куда ты спрячешь? СМЕХ Я думаю, там новость типа, это знаешь, какая-нибудь желтушная пресса. СМЕХ Тоже так думаю. Типа Валя Карнавал в коротком топе показала... Идеальная фигура. Идеальная декольте вырез. СМЕХ Обычно, знаете, как пишут, Валя Карнавал в коротком топе обнажила свои телеса. СМЕХ СМЕХ Лучше не придумать. СМЕХ Показала свои телеса. Это же вообще может быть не топ-топ. А что? Допустим, топ-чарт Валя Карнавал в коротком топе заняла седьмое место. СМЕХ Допустим. СМЕХ А показала, куда ты сунул. А, показала. Это же может быть вообще-вообще-вообще все что угодно. Валя Карнавал в коротком топе показала ребенку дулю. СМЕХ Валь, наверное, отклеиваем. СМЕХ Вот. Вот так. СМЕХ Отклеиваем? Слово дуля. СМЕХ Я слышал в школе и вот на СТС. СМЕХ Все оказалось намного проще, чем мы думали. Валя Карнавал в коротком топе показала, как выглядит ее фигура. СМЕХ Ну, мы, считай, угадали. СМЕХ Мы даже интереснее придумали. СМЕХ Итак, следующее. СМЕХ Блогер Валя Карнавал пришла в ужас от... СМЕХ Домашнего телефона. СМЕХ 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 А где видеокамера? СМЕХ 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 Блогер Валя Карнавал пришла в ужас от Михаила Ивановича. СМЕХ 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 Я говорю, вот он когда говорит, я знаю прямо, он же надеется, что есть журнал «Рыболов», в котором решили зацепить молодежную аудиторию. СМЕХ Валя Карнавал пришла в ужас от Екатеринбурга, возможно. СМЕХ СМЕХ Блогер Валя Карнавал пришла в ужас от цен на шпроты. Ты ушатал своими спротами, Сереж. Ладно, давайте оцен на крупы. Он правда отец. Хотите конкретно? Оцен на рис. Да мне кажется, нужно ответить. Согласны? Давайте. О-о-о! Спроты? Нет! Блогер Валя Карнавал пришла в ужас от состояния дорог в Ростовской области. А я когда сказал от Екатеринбурга, все такие... Что? Когда менты на трассе М4, тихо, Карнавал едет. Тихо, тихо. А ты, извиняюсь, что их оцениваешь? Короче, я просто поехала снимать влог про свою деревню, про свое село. Хотела все показать. И вот там реально дороги, которые я помню со времен своего детства. И они, безусловно, мне невероятно родные, классные. Но я пришла немного в ужас. А как называется эта деревня? Новобатайск. А ты раньше не знала, что они там такие? Ты же там жила. Конечно, знала. Ну, подзабыла немного. Так, следующее, да? Блогер Валя Карнавал набила татуировку... Парню. Можно я скажу? Ну, она пробовала себе. Сереж, если ты скажешь шпроту, тогда ладно. Не, ну это интересно. Все, смотри, получается, ты правда набила татуировку. Все, это ты наверняка. Мне кажется, я могу догадаться, про какую татуировку ты тут идет речь. А у тебя много? Ну, штук семь, наверное. Ну, одна из них – Новобатайск. Давайте просто пробьем все татуировки. Ты откуда знаешь? У тебя есть татуировка Новобатайск? У меня была татуировка Новобатайск, она была на ноге, как, знаете, «Made in Russia», типа. «Made in Новобатайск» было написано, но она стерлась. Вот здесь, на стопе? Да. Мне кажется, это про эту татуировку и есть. Блин, Валь, это же жестко щекотно, вот здесь надевать. Да, это даже не щекотно, это местами прям очень неприятно. Я думала, что я вообще не буду чувствовать ничего вот здесь. Блогер Валя Карнавал набила татуировку... Не понимая значения которой. Ну, пацаны, если не знаете, дайте мне сказать. Давай, давай. Ну-ка. Валя Карнавал набила татуировку Джигану. Значит, подходишь к нему, о, Джиган, что-то свободное место. Да, да. Валя Карнавал набила татуировку и забыла, где. У меня, кстати, есть три белые татуировки. Три белые татуировки. И я иногда про них действительно забываю. А это татуировки? Да, это изображение коней. Или ты поцарапалась? Не-не-не, это татуировки. Ну, давай узнаем, Валь, что там за татуха у тебя. Я тоже так думаю. Там просто картинка. Правильно, мы отгадали. На память о родном селе. Да, все, есть. Не надо так делать. Хорошо. Последнюю? Да. Итак, блогер Валя Карнавал назвала своей самой бесполезной покупкой. Я знаю, что это, я знаю, что это, но хочу, чтобы вы отгадали. Своей бесполезной покупкой вот эту кепку с вентилятором. Вот это правда никому не нужно. Я могу дать мини-подсказку. Давай. Чаще всего эта бесполезная вещь лежит у вас в кармане. Триммер. В кармане триммер? Ты носишь с собой триммер? В любой момент. В любой ситуации. В любой. В кармане либо в сумке. А-а-а. И это сопровождает вас каждый день. Либо в мешке, либо в си. Валя Карнавал. Семечки. Валя Карнавал назвала своей самой бесполезной покупкой покупку зажигалки с фонариком. У меня такая есть. Никогда не было ситуации, чтобы... Блин, ничего не вижу. О-о-о, пойду домой. Что вы носите чаще всего в карманы? Ну, я вот эти катышки от штанов чаще всего. Вот они даже сейчас со мной. Я руки. Так, что я ношу в кармане? Самое превенсивное, без чего вы не можете... Деньги! ...выть из дома. Деньги. Брелок! Да! Это... Я думаю про это. Это новость? Какой ты брелок купила? Да, брелок за 64 тысячи рублей. А, ну это да! А-а-а! Это глупо. У меня машина столько стоит. А что это за брелок? Это брелок с собачками. Просто вот такой, реально, брелок на карабинчике, который стоит 64 тысячи рублей. Но я не смогла устоять, потому что он был супермилый. Блин, теперь я его хочу. Там были котики и собачки, я выбрала собачку. Ну, зато мы угадали. Я угадал. Брелок! Да, я угадал. Тройная порция стрипсов от Ростикс. Два ломтика сыра на большой румяной булочке. Наш самый большой биг-маэстро-бургер только в Ростикс и КФС. Валентина, позвольте, я буду вас так называть. Скажите, пожалуйста, а вы часто даете интервью? Ему надо запретить к людям подходить. Не часто. Не часто? А нравится тебе это? Ну, нравится. И в интервью ты откровенная? Откровенная. Просто дело в том, что сейчас мы сыграем одну игру, которая называется «Откровенный разговор». Один из нас, ты сама выберешь кто, потому что это чистая импровизация, будет играть тебя. Да. А кто-то другой будет играть интервьюера. Ты придешь к нему на передачу как будто, и тебе будут задавать вопросы, ты будешь отвечать. Если вдруг человек, который отвечает за тебя, говорит все правильно, ты бы так ответила, он попадает в то, о чем ты думаешь, то ты нажимаешь зелененькую кнопочку. Да, попробуй. Если вдруг он говорит чушь, которая не могла быть, или просто тебе не нравится то, что он говорит, нажимаешь красненькую кнопку. Так, хорошо, я могу выбирать? Да, кто будет играть тебя, кто будет играть тебя. Сережа играет меня. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Так, а кто будет играть интервьюером? Антон будет играть интервьюером. Я буду интервьюером. Да. Если ты все поняла и готова, запускай. Let's go. Доброй ночи, дорогие зрители. Это, как всегда, ваша любимая программа «Откровенный разговор». У меня прекрасное зрение, я просто делаю это с детства. И у нас сегодня откровенный разговор с Валей Карнавал. Валя, здравствуйте. Здравствуйте. Валя, давайте начнем, чтобы наш разговор зашел в нужную колею, начнем с простых вопросов. Валя. Ой, я немножечко волнуюсь. Скажите. Очень сильно. Не переживайте. Скажите, как у вас дела? Как вы провели сегодняшний день перед тем, как прийти в нашу студию? Я встала, помыла машину, поела и поехала. Я ехала, ехала, ехала. Так долго. Подождите секунду. Еще раз. Вы встали. Я встала. Помыли машину. Да, я помыла машину. Вы сами моете свою машину. Я так люблю свою машину, что я мою ее всегда сама. Это Валя шутит. Да. Валентина, скажите, какая у вас машина? Большая, красивая, дорогая. Майбах. Это Валя шутит. Майбах был раньше. У вас был Майбах раньше? Был Майбах, да. Был настоящий Майбах? Абсолютно настоящий. Ну, в моих снах. А, во снах. Да, во снах я... Мне тоже часто снятся дорогие вещи. Так, у меня Субару Форестер. Вы что, сорокалетний рыбак? Почему у вас Субару Форестер? Вот видите, зал смеется, а вы нет. Мне кажется, вы опять шутите. Ну, у меня Мерседес. У вас Мерседес. Мерседес, тогда мы не будем уточнять, какой. Вы все-таки певица. Все-таки, да. Исполнительница сольных композиций. Помимо этого, я еще и актриса. И актриса. Да, и блогер. Как, собственно, вы говорите, я люблю, ненавижу, у меня срывает крышу. Это ваши строки. Да, у меня их хотели купить. Я не продала. Потому что я не знала, кто. Скажите, а, ну, назовите, давайте так, топ-5 ваших любимых исполнителей. Наших, российских. Наших исполнителей, значит, госпожа Пахмутова. Я люблю молодых исполнителей. Молодых исполнителей. Назовите. Инстасамка, наша героиня. Нравится инстасамка. Да. Ну, ее треки. Подожди. Давайте так. Раз. Раз. Так, значит... Мне просто интересно, сколько еще молодых исполнителей вы назовете, Валя? Лариса Долина. Пожалуй, на этом по исполнителям закончим. Валя, вы, безусловно, очень талантливый человек, но, конечно же, я не могу не отметить, что вы очень привлекательная девушка. Даже я не могу это не отметить. Конечно. И всех, конечно же, интересует вопрос. Валя, у вас есть сейчас молодой человек? Скажите нам, не стесняясь. Ну, если честно... Так. То не один. Не один. А ноль. У вас нет молодого человека. Ну, раз нет, может быть, наше интервью поможет вам его найти. Скажите, какие вообще вот парни, мужчины вам нравятся? Мне нравятся среднего роста. Крепкие парни. Крепкие, крепкие парни. Да, я так вышло, что сама стираю и люблю стирать об пресс. Это сны. Я просто рассказываю вам сны. Давайте подведем небольшой итог ваших снов. Вы во сне на майбахе стираете об пресс свою футболку кому-то. Ну, подождите, это только рост. А еще какие качества в молодых людях? Он должен быть хорошо сложен. Хорошо сложен. Да. Так. Вот. Он должен быть обходительным. Обходительным. То есть он должен вас... Он не должен петь лучше, чем я. Это несложно. Вот. Он должен хорошо готовить. Действительно, это важно для вас? Но он должен сам себе готовить. Я не хочу. А если он будет плохо готовить, он не будет есть то, что готовит. Кому это надо? Хотя пусть не ест. Вы знаете, сложно быть хорошо, как вы выражаетесь, сложен и не есть ничего. Но у меня есть деньги, я могу заказать. Понимаю. Повара. Я... Пусть готовит повар. У вас есть собственный повар? Ну, нет, но я могу заказать. Вот. А мой молодой человек будет есть то, что готовит мой собственный повар. Да как у вас все по маслу-то? Хорошо, ладно, Валентина, у нас есть последний вопрос. Да, я так перекидываю ноги, я женщина. Это же женский откровенный разговор. Вот. Так вот, Валентина, последний вопрос. Последний. Расскажите все-таки, откройте, приоткройте завесу тайны. Скажите все-таки, как называется сериал, в котором вы будете принимать участие? Понимаете, я бы вам с большим удовольствием рассказал. Так. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Но не расскажу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Есть причины. ЗВОНОК В ДВЕРЬ У меня контракт. У меня Мерседес. Какой у вас контракт? Поподробнее. В котором у меня написано, пожалуйста, не говори. Как называется сериал? Валентина, вы знаете, контракт, который начинается со слова «пожалуйста»? Он не очень настоящий, Валь. Нет, ну я же подписал. Валь, ну и в конце мы хотим, чтобы это интервью набрало как можно больше просмотров. Спойте, пожалуйста, что-нибудь. Маленький отрывочек. Акапелла. Ой, то не вечер, то не вечер. Это был откровенный разговор с Валей Карнавал. Спасибо огромное вам. Спасибо большое. Ну что, Валь, переходим в следующий импровизор. Смотри, правила очень простые. Прямо сейчас мы окажемся на такой вымышленной викторине, которая называется «Пять букв». Я буду ведущим этой викторины и буду три участника. Это Арсений, Сережа и Дима. Они будут принимать участие в викторине. В чем задача участников? Они должны угадать слово из пяти букв, которое загадал наш гость. Наш гость сегодня ты, Валя. Поэтому ты загадаешь слово из пяти букв, и задача участников – его просто угадать. Но перед тем, как мы начнем, нужно придумать, кто будут Арсений, Сережа и Дима, чтобы это была импровизация, чтобы ты дала им импровизационное задание. Смотри. Посмотри на Арсения. Достаточно. Достаточно. Вот как ты думаешь, он актер. Вот кого бы он мог сыграть лучше всего? Вот этот типаж какой? Он бы отлично сыграл? Я сам пока тоже подумаю. Самого плохого парня. Но вот прям главарь мафии. Главарь мафии. Да. Ой, никогда еще так не везло ему. Отлично. У нас есть главарь мафии. Теперь посмотри на Димку. Профессию, которая Диме меньше всего подходит. Пожарник. Пожарник. Да. Ты именно пожарник. Понял? Да. Жук. Пожарник. Пускай будет пожарником. Все. Ты, значит, работник пожарной службы. И теперь Сережа. Давай так. Вот какое качество, допустим, в какой-то девушке тебе бесит больше всего? Вот ты с кем-то познакомилась? Я просто терпеть ненавижу медленных людей. Которые медленно едят. Медленно ходят. Валь, ты бы знала, как ты попала. Ты очень медленная девушка, которая очень сильно тупит. Повторим все вместе. Главарь мафии, работник пожарной службы и девушка, которая тупит. Да. Все, теперь тебе можно написать слово. Только нам не показывай. Не показывай. Зато мы легче отгадаем. Так, ты решила сверху вниз писать. Это интересная схема. Все, я написала. Ты написала. Мне так удобней, да. Теперь смотри, положи табличку лицом на столик и просто начни эту игру. И все. Всем привет, дорогие друзья! Это ваше любимое шоу «Пять букв». И это не просто игра. Это игра «Пять букв» от Тинькофф. Устанавливай приложение Тинькофф, присоединяйся к игре, совершай переводы и оплачивай повседневные сервисы прямо в приложении. Ну что ж, а в нашем шоу, как всегда, участники должны угадать слово из пяти букв, которое загадал наш гость. Давайте скорее знакомиться с нашими участниками. Участник номер один. Здравствуйте! Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Дон Арсеньо. Скажите, а Дон – это имя, а Арсеньо – фамилия? А отчество у вас, наверное, Иваныч, и вы – Дон Иваныч. Смешно, смешно. Кстати, молодой человек, мое любимое слово из пяти букв – это слово «пытка». Тогда просто громко поаплодируем. Дон Арсеньо. Участник номер два. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Николай. Николай, очень приятно. Николай, вы у нас из пожарной службы. Да. Так. Сутки через трое здесь, потом там. Все, понял. Так, ваше любимое слово из пяти букв. Ну, кто меня кормит? Кто вас кормит? Огонь. Огонь! Отлично! Поаплодируем Николаю. Огонь! И участница номер три. Здравствуйте! Участница номер три. Здравствуйте! 74. Чего 74? Фонарика. Спасибо, что вы посчитали. Как вас зовут, милая дама? Настя. Настя! Отлично! Ваше любимое слово из пяти букв. Давай, что ты мне делала утром? Буква. Буква! Ри. Буква подходит. Поаплодируем Насте это слово. Буква! Ну что ж, по правилам нашего шоу, участники будут угадывать слово из пяти букв, в которое загадала Валя карнавал. Как только они скажут слово на ту букву, на которую начинается правильный ответ, я дам им об этом знать. Итак, что же за слово загадала Валя, давайте все узнаем. А как бы мне узнать? Я извиняюсь. Фух! Я уж думал, Валя посмотрела на меня, подумала, какой высокий. Ну что ж, мы знаем слово. Я прямо сейчас заношу это слово в приложение. А это значит, что мы готовы начинать! Облава! Облава! Ну что ж, дон Арсеньо, вы были первым. Ваша первая попытка. Спасибо, что обратились ко мне с уважением. С уважением, безусловно. Пожалуйста. Анастасия, не вы обращались. Дон Арсеньо, ваше предположение? Это ни в коем случае не угроза. Не угроза. Но это слово бетон. Бетон! Вы думаете, что бетон? Вы во что закатываете людей, так и отвечаете? Официально не подтверждено. Понимаю. Я заношу слово бетон в приложение, и нет, это неправильный ответ. Это не слово бетон. Настя, вы были второй. Мне кажется, что это слово бетон. Хорошенькое. Вам кажется, что это слово бетон? Но это не тот бетон, который он сказал. А какой бетон вы имеете в виду? Это другой, светлее. Светлее, понимаю. Итак, Анастасия пока перебирает все сорта бетона. Я проверю сразу все в приложении, и нет, это неправильный ответ. К сожалению, нет. Ой-ой-ой, Николай, где-то опасность. Я слышу сирены. Ваш ответ. Я все же рискну предположить. Что это? Писюн. То есть, по-вашему, Валя написала на бумажке слово Писюн, показала 200 людям. Да? Ну, я не мог. Нет, но это первозданный способ тушить пожар. Какой первозданный? Николай! Ну, вы сами подумайте. Вот как вы думаете? Я ни разу не видел, чтобы где-то горел дом, приезжал отряд и по-пионерски. Правильно. Это потому, что придумали рукав. А как вы думаете, что раньше появилось? Пожарный рукав или Писюн? Так. Все, Николай, я прямо сейчас при вас, как бы это ни звучало, проверю Писюн. Конечно, проверю. Я проверяю Писюн, с ним все хорошо, но это неправильный ответ. Я знаю. Я знаю. Да, Анастасия. Если это не Писюн... Так. Тогда подходит Дилда. Анастасия! Я не буду проверять Дилда, ты же понимаешь это. А Писюн же не подходит. Когда не подходит Писюн, действительно подходит... Ладно, все. У нас вообще полудетская передача. Куда мы пошли-то? Я быстро так проверю. Нет, это неправильный ответ. Нет. Фу, Дон Арсеньо. Облава. Облава. Один мой конкурент умер от старости. Серьезно? Официальное заявление. Понимаю. Какого он был возраста? 32 года. Понимаю. Но просто никак не связанное слово с этой информацией. Ну-ка. Ножик. 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 Как будто Дон Арсеньо. Вам не подходит это слово. Вам подходит слово нож. Вы же сказали детская передача. Пытаюсь соответствовать. Ну хорошо, ножик. Я проверю слово ножик и... Нет, это не ножик. На всякий случай, если вам не нравится, что я ответил... Ни секунду, молодой человек. Ножек. У этого моего конкурента не было ножек. Вы знаете, Дон, я проверил и ножик, и ножек, и ножик. Даже заодно проверил. Вы очень милый. Спасибо, Дон. Да, Николай, где-то опасность, я слышу сирены. Да, у меня, короче, история есть, ну, забавная. История. Мы приветствуем забавные истории в нашем программе. Да, у нас, короче, на работе, ну, слушайте все. Так. Короче, на работе этот Колян, у него, ну, мой тезка, у него прозвище стриптизер. Стриптизер. Он, знаешь, поэт. Я была. Ну, да. По трубе спускался, когда надо было. Чтобы спуститься. Штаны зацепил, там какой-то гвоздь торчал. Я у него кх-кх-кх. И вот с тех пор, Коля стриптизер. Коля стриптизер, так. Ну, это я на самом деле. Ага. Это не тезка, это я. Но я рассказываю, как это не я, поняли? Ага. Не, вы поняли, это я. Мы поняли, Николай. Да. А ваш ответ-то какой? Какое слово? Труба. Как? Труба. Труба. Я же по трубе ехал. Обо что зацепились, то да. Ну, вы знаете, во-первых, нужно отметить, что действительно история забавная. Ну, вообще, просто забавно. Нет, ты проверь, проверь. Труба я проверю, Николай. Что еще есть версии? Труба неправильная. Штаны проверь. Все из истории проверим. Штаны неправильно. Колян проверь. Какой Колян? Ищем первую букву, правильно? Мы все еще ее ищем, Дон. Я знаю. Пока найти не можем. Возможно, она на дне реки, Дон. Да, Настя. Облава. Если вам ничего не подходит, может быть, подойдет палец? Но мы же продолжаем угадывать? Мы продолжаем угадывать. Я проверю палец. Я проверю палец, и нет, палец, это неправильно. Да, Николай. Ну, давайте, как бы это, да. Ну. Ну, можно? Я просто не знаю, у вас на телевидении это можно говорить? Нет, в целом можно. Анастасия уже наговорила. Можно говорить на телевидении. Ну, то есть, ну, прям можно. Да. Ну, тогда хутор. Хутор. Я прямо сейчас проверю слово хутор, и это абсолютно правильный ответ. Нет! Вообще хутор. Вы пожарные, мужики. Да что творится в нашем шоу? Сразу, вот так сходу побеждает Николай! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы тоже можете сыграть в пять букв. А что же еще умеет приложение Тинькофф? Здесь, кроме переводов, есть раздел «Город», в котором вы можете купить билеты на самолет, купить билеты на концерт, забронировать отель или заправиться на АЗС, не выходя из автомобиля. Устанавливайте приложение Тинькофф и оплачивайте покупки в сервисах с выгодным кэшбэком. АПЛОДИСМЕНТЫ ВАЛЬ, ну ты так комфортно уселась, тебе там так хорошо. Сейчас я эту лавочку прикрою. Опа! Смотри, в следующей игре ты нам нужна, нужна на сцене. Ты будешь там вместе с нами существовать. Дим, пойдем, я покажу на тебе. Игра называется «Куклы». Ты когда выйдешь сюда, здесь тебе разговаривать нельзя, здесь мы будем с Димой разговаривать. Мы сыграем какую-то историю, которую вместе с тобой придумаем, но сами двигаться не сможем. И если ты захочешь, если по истории понятно, что персонаж должен куда-то, например, двигаться или что-то делать, ты будешь эти движения нам дарить. То есть вот как будто мы твои куколки, и ты вот захотела, чтобы куколка подняла руку, какой-то там показала жест, или там, например, повернулась, или куколка наклонилась. В общем, все зависит от тебя. Да, это действительно забавно. Хорошо. Особенности это Дима делает. И в какой-то момент персонажи начнут передвигаться. Ну, надо куда-то идти. Ты берешь прям ногу, внимательно ставишь ее. Берешь вторую, ставишь. Вот, Дима, отомри. Такие правила, они касаются и Димы, и меня. Теперь давай с тобой придумаем какой-нибудь сюжет. Я тебе чуть-чуть помогу. Ты же часто наверняка бываешь на каких-то светских мероприятиях. Относительно. Ну, была хоть раз, правильно? Давай мы придумаем, кто мы с Димой на этом светском мероприятии, и что это за мероприятие. Чему оно посвящено? Что мы там вообще... Или, может, они собираются на какой-то светской мероприятии? Не-не, мы уже там. Давайте собирание. Все, мы уже нарядились. Все, они уже нарядились. Вот как есть. Кто они? Это мероприятие, премьера фильма. О, е. Вы два главных... Арс, то, чего у тебя никогда не будет. Я побываю хоть так. Вы два главных актера, но вы друг друга терпеть не можете. А по фильму вы лучшие друзья. Шикарно. Валь, браво, браво. Валь, иди сюда к нам. Просто великолепно. Здесь ты начнешь, и здесь тебе придется нами двигать. Итак, два актера, которые друг друга ненавидят, на премьере своего фильма. Надо начать, Валь. Да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ха-ха-ха, Константин. Ты все-таки пришел. Ха-ха, так рад тебя видеть, Константин. Я тоже рад. Я так как рад. Идите первым на пресс-вол. Первых обычно не замечают. Ну, конечно. Я пойду первый, потому что я первый. Это вы уже позируете, Константин? А у вас что, вместо ноги протез? Меньше слов, больше к делу. Ваши уже зовут, Константин. А я и пойду. Давайте меня не учите. Хорошо? Хорошо? Я и... Хорошо? 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 Ваш палец лучше играет, чем вы в этой ленте. Какой же ты козел. Ах, ты перешел на личность? Не-не-не-не, это я чисто по сценарию. Все, я пошел на простой. Ты играл умственно отсталого. Видимо, не играл. Ты бездарность. Ты попал через постель в гримерку этого фильма. Ты попал через постель, которая на прачечной стиралась. Ты иди фоткайся уже, а то тебя туда, наверное, тоже не позавлю. А я пофоткай. А ты уже иди. А я пофоткаюсь. А я иду. Ты не пойдешь, я пойду. Я пойду? Да. Я. Телеканал СТС приехал, я туда первый. Я первый. Я. Я. Сука, куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? А? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нет-нет-нет, мы не будем фоткаться вместе. Ни в коем случае. А Константин... Ты дышишь мне в спину. Все правильно. Те плюют в спину, значит, они позади. Ха-ха-ха-ха! АПЛОДИСМЕНТЫ Я не плевал. Все, я фоткаюсь. Стой, завидуй. Как стой, завидуй? Мы вдвоем на фоне баннера стоим. Давай хоть какой-то жест сыграем дружественно. Изобразим чисто. Пусть что-то я сканал про дружбу и любовь. Давай, блин, спут. Давай, блин. Где камеры эти? Вот. Вот мы друзья. Друзья. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой ты козел. Все, пойду я-то запью напитками. Иди, а я помоюсь пойду после тебя. Да, тебе бы лучше до помыться. Какой же ты бездарный, боже мой. Ой, а у кого-то развязался шнурок. Так завяжи мне. Ну точно. Сам завяжи, а то споткнешься. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это войдет в историю. АПЛОДИСМЕНТЫ А я и не завязывал. АПЛОДИСМЕНТЫ А я и с развязанным похожу. Пойду дам интервью. Господи, кому? Да вон там какой-то длинный. То ли женщина, то ли мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Пойду. Ты пойдешь только, если сможешь меня обогнать. Что-то тебя обгонять. Видел мое удивление вообще? А где? Счастливо оставаться. А, блин, продюсеры мне позвонили, сказали, надо идти вместе с тобой. Ты что, меня догоняешь? Я тебя еще и обгоняю. Фу, как ты ходишь, боже мой. Зато посмотри, как я сижу на интервью. Дамы и господа, встречайте главные актеры нашего фильма Арсений Позов и Дмитрий Попов. Слышал, Костя? Да слышал. Два этих дурака пришли. Почему-то они главные актеры. А мы, блин, что? А мы, что, хуже их? Ну-ка, пойдем их. Пойдем им в бокалы на сын. Давай, конечно. Ну-ка. Смотри, сели там на диванах, сами себя объявляют. Давай, пойдем. 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 Вот что? Без меня не начинай ссать там только. Да, я пока и не хочу. Давай. Сейчас подтянусь. А что в бокалы? Давай на них на сын. А вы кто, молодые люди? Смотри-ка, не узнал. А посмотрите на афишу. Видите, за буквой Р две руки. А? Кто, по-вашему, в толпе ими машет? Ладно, мы тогда, наверное, просто пойдем. А? Зассали? Это вы за ссали. Слышь, Кость. Мы опозорены. Кость. А? Ну. Ну что, ну? Это наша маленькая общая победа. Ну какая, обоссаться на премьере? Что? Кого мы победили? Кого мы победили? Во-первых, неизвестность, потому что теперь про нас будут писать. А во-вторых, ну может быть, какой-то временный мир. Добро. По-зимнему. Давайте на этом закончим. Ну роскошно. Ох, так, Валь, ну сядь нормально, не мешайся. Вот. Это не нормально. Нормально сядь. Все. Сейчас будет игра, в которой мы подведем некие итоги нашей передачи. А точнее, твоей передачи. Ты ее делала, какой хотела. И что-нибудь скажем, потому что нам есть что сказать тебе. Но, чтобы это было не просто так, мы же все-таки импровизаторы, мы это сделаем в жанре рэп-прожарки. От тебя требуется сидеть, слушать. Кайфовать. Кайфовать, не обижаться. Не обижаться, да. Не обижаться. Да, хочется плакать, терпи. Вот. Поэтому, ну, всякое бывает, потому что с нами, в конце концов, Сережа. Вот. Поэтому, в общем-то, рэп-прожарка. Надо всего лишь, чтобы ты начала эту игру. Let's go. Отличную фигуру показала. Молодец. Говорю, не как Сережа. Говорю, как отец. Алло, СТС, это учительница. Вот у меня сейчас урок. Я правильно поняла? 64 тысячи брелок. СМЕХ Так, мужики, у меня Мерседес, а у моего мужчины обязательно должен быть пресс. СМЕХ Круче и известнее стены китайской ее хутор в Новобатайске. АПЛОДИСМЕНТЫ Граждане, теперь будет не жизнь, а сказка. Голосуйте. Валя Карнавал, новый мэр Новобатайска. СМЕХ Я не вижу в ваших глазах тревоги. А ведь в Ростове, блин, ублюдские дороги. Если честно, после программы все мои мысли на стопе. Теперь я думаю только о Вале в коротком топе. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот как так? У нее даже нет московской прописки. Зато она пополнила актерские списки. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, я боюсь, что меня не поймут. Но можно мне татуировку, ну где-то вот тут? АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, извините, я, наверное, побежал. Не могу привыкнуть, я карнавал играл. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, дорогой телезритель, я тебе напомню, если ты проспал. Сегодня у нас в программе была в гостях Валя Карнавал. АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, побольше бы таких гостей, как ты. Приятно, глаз радуется. Вот этот у меня сильно. Валя, так, в самом начале ты сказала, что думаешь, мы импровизируем. Да. Что теперь в конце? Разочаровалась, победилась. Нет, было очень круто. Очень мило, круто, классно, смешно, интересно. Мило. Неожиданно. Мило. И ты нам в этом помогала. Да, мне понравилось. Тебе овации. Да, это тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Комфортно было? Было суперкомфортно. Зовите меня чаще. Валь, ну, короче, мне кажется, этот выпуск будет точно в топе. И у него должна быть своя обложка. Валь, тебе надо сейчас вставить какую-то позу. Необычную или, наоборот, прикольную. Короче, в любую, какую захочешь. А мы за короткий промежуток времени должны будем подстроиться, чтобы получилась полноценная картина. Время уже пошло. Давай, любую, какую хочешь. Наверное, так и надо. Друзья, поаплодируем. У нас в гостях была Валя Карнавал. А с вами мы увидимся совсем скоро здесь, на канале СТС. Всем пока! Пока! Бежим! Пойдем, пойдем, пойдем! Бежим!